Всем привет! С вами Алекс Магомед. Хорошее настроение. С утра иду домой. И хочу рассказать вам, почему оно хорошее. Хорошее настроение бывает, когда хорошо идут дела. По крайней мере у меня. По крайней мере, не то чтобы очень хорошо, но по крайней мере, когда они идут. Близится весна, и начали поступать звонки от моих коллег, скажем так, начинающих фундуководов и не начинающих, которые желают приобрести сорта, которые я предлагаю, да, востребованные. Но в основном это шедевры трапезон на сегодняшний день. Вот. К чему я все это? К тому, что я занялся фундуком очень давно. Еще 18 лет назад, будучи достаточно молодым парнем, я рассмотрел, что это нормальная тема, как мне показалось, что у этой темы есть будущее. Вот. И незамедлительно приобрел саженцы фундука. Приобрел в надежном источнике, в надежном месте. Но это был тогда приоритет был, сами понимаете, погода была немножко другая. У меня восточная Украина, здесь как бы не жарко зимой. Вот до сих пор, видите, сколько снега у нас. Поэтому я выбирал по морозостойкости. Взял сорта, там мне поназывали, там Боровской, то все, пирожок. И до сих пор там разбираюсь, где что, на самом деле. Ну, с Боровским точно разобрался на 100%, шикарный сорт. Ну, дело не в этом. Засадился 18 лет назад. Получается, уже получаю урожай, уже проверено. Каждый год я с орехами, все прекрасно. Продаю саженцы. Дело в том, что на эти саженцы, как бы, цена все-таки ниже, чем на тот же шедевр и на тот же трапезонт. Вот за трапезонт, я, ну, у меня его немного. И саженцы хорошего качества достаточно. Я поставил 200 гривен. Это в долларах, ну, где-то 6-7 долларов примерно. Вот. И люди поштучно, у меня есть реализация поштучно, и люди заказывают и покупают. То есть, цена, как бы, ну, на данный момент, это считается нормальная цена. Потому что привезенный из Крыма стоит больше 10 долларов, там, 350 гривен, это где-то, ну, 12, там, 13 долларов. И вот, поштучно, если вы хотите приобрести. Я тоже продавал. Кстати, были заказчики, были заказы, поэтому люди берут. Потому что, в чем смысл? К чему все это? Когда я узнал про трапезонт, войны еще не было. То есть, с Крымом было нормальное снабжение, почта нормально работала. И я покупал у Илья Саммерсинова, и на тот момент он еще, как бы, не так сильно раскрутился. То есть, тема только, в принципе, более-менее начиналась. Еще не было таких огромных заказчиков, огромных заказов. И я заказал 10 штучек. Тогда цена была тоже в долларах, естественно, больше 10 долларов, плюс пересылка. Как бы, все это было недешево, скажем так. Я по-своему рисковал, потому что сорт, ну, якобы, для наших условий еще не проверенный. И тем не менее, заказ был сделан, саженцы посадились, посадились, и сейчас они дают неплохие результаты. Получается так, что кто раньше всех начинает, я был молодой парень, и, конечно, опыта мне не хватало. Я с землей был мало связан на самом деле. Поэтому я считаю так, что кто раньше начинает, у того и шансов раскрутиться на самом деле больше. Особенно, если есть специальные знания какие-то, и что-то еще. Потому что вот сейчас люди у меня купят этот трапезон, да? И трапезон-то становится все больше в Украине. И, конечно, скоро цена, ну, то через пару лет, я думаю, она опустится уже до 100 гривен, до 120, 150, там по-разному, посмотрим. Вот, но цена по-любому опустится. Поэтому заработать на нем, именно на продаже саженцев, допустим, можно именно сейчас. Вот, чем я и занимаюсь. Поэтому всегда хорошо тем, кто рано начинает, кто в теме, в струе. Он всегда будет на пол шажка впереди, понимаете? То есть, вот к чему я хочу все это рассказать. Поэтому, если вы где-то что-то, не обязательно в теме фундуководства, вообще где-то надыбали какую-то тему, которая вам интересна, которая не требует там сильно больших капиталовложений. Ну, за все время в фундук я вложил, в принципе, ну, не такие уж большие деньги. Самое дорогостоящее, это была покупка ценных сортов саженцев, да, для разведения. Вот, поэтому смело начинайте, смело втягивайтесь, где-то что-то краем уха услышали, что-то новенькое изучайте, и смотрите, подходит эта тема вам или нет. Вот, и будет и у вас хорошее настроение, будут заказчики, когда, это большая редкость, когда спрос как бы превышает предложение. Я считаю сейчас пока с трапезундом, по крайней мере, с шедевром, именно такая ситуация, что тяжело найти за вменяемые деньги, как бы проверенных продавцов нормальные сорта. Поэтому всем желаю больших успехов в ваших начинаниях, да, определять и с сортами. По фундуку я вам скажу, что это самое важное. Это при закладке садов или небольших даже участков нужно сначала определиться с сортом, который для чего он вам нужен, десертный или крупный, круглый, там промышленный, да, то есть чтобы потом у вас не было проблем с реализацией, потому что на самом деле очень много времени все это занимает. Пока сад вырастет, может оказаться, что ваш орех уже как бы сильно никому не нужен, либо по походным условиям он не подходит для вашего региона. Да, поэтому сейчас вот польские сорта проверяются и так далее. И на них до сих пор есть очень большой спрос. А я вот уже немножечко подразочаровался, да, то есть в том же каталонском. Я уже не буду такую большую ставку на него делать. Естественно, он у меня будет. Естественно, я буду продолжать и трапезунтом заниматься, но есть уже другие интересные направления, там и по десертным сортам я уже занимаюсь как бы и по шедевру, естественно, потому что вижу за ним большое будущее по нашим сортам, по местным, которые именно для моего региона очень хорошо подходят. Поэтому иду в этом направлении. То есть уже мы идем вперед, 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 на опережение. Будем заводить новые интересные сорта, будем пробовать и так далее и тому подобное. Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать. Я думаю, вы прислушаетесь к моим, так сказать, то ли рекомендациям, то ли советам, даже не знаю, как человека, который уже просто начал, скажем так, очень давно и даже раньше всех, можно сказать, практически. Просто за счет того, что мне не хватило опыта из-за возраста и именно опыта, если бы я поступил немножечко по-другому, то сейчас был бы, конечно же, очень обеспеченным человеком, на самом деле. Но так сложилось, как сложилось, поэтому я рад и тому, что есть на самом деле. Итак, всем спасибо, кто смотрел. Будут вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, буду рад почитать, посмотреть. Делайте свои видео, как у вас, потому что информации по фундуку еще не сильно много. Особенно интересует наш регион, то есть в север Украины, восток Украины, где вот такой снежок есть еще до сих пор, а не так, как у людей уже все растаяло и уже можно даже в огород выйти. Вот, поэтому будем проверять, как у нас фундук здесь. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, за все время каких-то сильных проблем не было. Единственное, что было действительно серьезно, это были заморозки, когда 20 апреля минус 5 и навалилось снега. Да, это пару лет назад было, да, тогда действительно выпали многие саженцы, была очень большая проблема. А так пока тьфу-тьфу-тьфу, и тут же трапезун себя хорошо показывает, и польские сорта себя нормально показывают, то есть, на самом деле, не так все плохо, зимы стали мягче, и главное, чтобы весна была нормальная, чтобы не было сильных заморозков, да, то есть, чтобы не было сначала тепло-тепло-тепло, а потом сильные заморозки. Я думаю, что все будет как бы в шоколаде. Все, всем спасибо, кто смотрел, кто послушал эту мою нудную болтовню. Подписываемся на канал, еще раз говорю, репустим это видео, чтобы нас увидели другие фундуководы, и пишем в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо, всем пока.